Новый театральный сезон открыт. Труппа свободного пространства по этому поводу у входа в храм Мельпомены устроила настоящий праздник. Пришедших ожидало выступление военного оркестра ФСО, танцевальное шоу, ну и, конечно же, театральный перформанс, который плавно перешел в фойе. Именно здесь зрители ждала встреча с писателем Леонидом Андреевым. Чтобы обучить нас, детей музыки, отец Николай Иванович купил дворяне. Музыкальным искусством я так и не обладел. Зато во многих моих произведениях нужно услышать музыку. И вот, занавес поднят, сцена свободного пространства превратилась в закулисье цирка. Тот, кто получает пощечины. Это история о людях, которые живут под куполом. Режиссер Андрей Дижонов выбрал пьесу Леонида Андреева не случайно. В процессе работы трудности возникали. Самое сложное было, конечно, расшифровать его загадки, которых он понаставил очень много. Мы мучились, конечно, ночами, просто ломали голову, что он подразумевал по тем или иной ситуации, по тем или иным образом, по тем или иным персонажам, по теми иными событиями, которые там происходят. И, конечно, мы вряд ли разгадали все. Музыку для спектакля написал питерский композитор Кирилл Михалев. Четыре месяца назад прочитал пьесу и сразу же начал работать. С творчеством орловского писателя уже был знаком. В центре цирковой мистерии человек, который сознательно пришел в цирк в качестве клоуна для битья. В мир, на арене которого разыгрываются нешуточные страсти, ломаются судьбы, обрываются жизни. Именно здесь ему суждено встретить свою любовь к консуэлу. Однако законы манежа ничуть не отличаются от законов, по которым существует общество. Послушай, в реке, ты должен дать мне 100 франк. Не сомневайся, я с вами. Тогда я забираю консуэлу. Все, конь. Ты говоришь, это каждый раз. Говори. О том, чем закончится история любви и кто получит пощечины, орловщане смогут узнать 30 сентября. Наталья Чуина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.